По поводу съемки два пункта. Делай без вспышки и отмечайте нас в Сто Гайм, пожалуйста. Пссс! Ну че вы, уже здесь? Че там как? Что, выходные уже окончательно закончились? Ну, можно уже переходить к хорошим новостям? Не хочу быть человеком, который приносит дурные известия, но кажется в последний раз невыходные выходные были аккурат перед карантином. А на карантине выходные невыходные. Чур меня чур. Утро-то реально доброе. Ну, по крайней мере в это хочется верить. И в эфире очередная свежая порция ньюзостей. Со всеми главными событиями прошлой недели в нашем спорте. И со всеми главными проектами на будущее. Опять же, в узких рамках нашего вида спорта. Сегодня в выпуске. Крутейший турнир в Махачкале. А также новейший промоушен в UIAGGF. Ну, от арабов в общем. Такого вы еще точно не видели. Марк Цукерберг обязательно задушит Илона Маска. Работает ли джиу-джитсу на улице? Как правильно провести лето? Наши новые музыкальные предстрастия и не только. Доброе утро! Или я уже говорил. 23, 24 и 25 июня в Махачкале прошел шикарный турнир по грэплингу DCC Championship. Это далеко не первый турнир, который организовывает известный грэплер Мухаммад Курбанов. И в очередной раз он сотворил прекрасное шоу спорта. Когда Мухаммад гарантировал яркие, незабываемые схватки и умопомрачительную обстановку, это цитата, не соврал ни в одном слове. Действительно было шикарно и было действительно здорово. И это еще один чудесный пример, когда официальная версия нашего спорта, в данном случае грэплинг QWQW, проходит в удивительно привлекательной и профессиональной форме. И разумеется, все победители молодцы. Кто не победитель, тот тоже молодец. Ну, хочется в это верить. Ну или тигра-лев, по крайней мере. Но нас больше всего в эти дни интересовал гран-при в весе до 84 килограммов. В формате науги нещадно рубанулись лучшие представители грэплинга из России, Казахстана, Кыргызстана. В общем, международные гран-при. Если вы не смотрели все это в прямом эфире, если сейчас впервые за последние 7 дней высунули головы свои пещеры, не оборудованные интернетом, то вы многое пропустили. Но мы вкратце изложим, что там происходило. Первый полуфинал в заявленной восьмерке – это Николай Салмин против Магомеда Абдулкадирова. Николай вышел на коротком уведомлении на замену азербайджанского спортсмена и уступил, как сказали дикторы, ввиду явного преимущества. В следующем матче гость страны и республики Азабек Шамши встретился с заряженным Давудом Магомедовым. Рубилово было достойное и выглядело максимально равным. Но в дополнительном времени, согласно адаптированным правилам грэплинга UWW, одерживает победу и выходит в полуфинал Давуд Магомедов. Третий четвертьфинал, по сути, реванш между Мурадом Абдулатиповым и Эльдаром Саидовым. Раньше они уже встречались в финале и практически без сюрпризов повторили прежний сценарий. Снова матч закончился досрочно и снова хилфуком. Далее встречались спортсмены из Казахстана Нартай Кожеков и любимец публики, судя по реакции зала, Рамазан Шикшабеков. Очень красивый матч, который можно использовать как учебник по работе в Нишилдхавгарде и не только. Обязательно пересмотрите, как Рамазан вышел в полуфинал, хоть и обошлось на этот раз без сабмишина. Далее еще жестче и чем ближе к финалу, тем серьезнее заруба. Напряженно началась встреча Мухаммада Абдулкадирова и Давуда Леглокера Магомедова в полуфинале. Ребята долго рубили стойки, не желая уступать ни единого балла и ни единого преимущества. Много было острых моментов, но, перейдя в партер, победу одерживает Мухаммад Абдулкадиров. Второй полуфинал Эльдар Саидов и Рамазан Шикшабеков. Эльдар снова выходит на свою коронку и завершает поединок досрочно, но не без огорчения. Рамазан, похоже, получает травму в результате стремительного хилхука. Очень хочется верить, что травма несерьезная, и Рамазан быстро восстановится и вернется на ковер. И в итоге финал совпал с большинством ожиданий и предсказаний. Мухаммад Абдулкадиров и Эльдар Саидов. Встреча-реванш, матч которого ожидали и оба спортсмена, и все болельщики без исключения. Думаю, я не ошибусь, если предположу, что это была очень принципиальная схватка для обоих спортсменов. И еще один мощный скрутан от Саидова завершает поединок и гран-при в принципе. Три хилхука и три досрочные победы. В итоге Эльдар получает пояс чемпиона, 100 косарей наличными и годовой контракт со спонсором, гарантирующий регулярные выплаты по 25 тысяч рублей в течение года. А это уже по нашим скромным подсчетам 300 тысяч. Не кисло так, согласитесь? В завершении события промоутер турнира Мухаммад Курбанов анонсировал уже следующий гран-при на осень. Будем ждать. Для моего развития особенно положительную роль играют турниры, где хорошо платят. Это прям сразу же повышает мой скилл соревновательный. Ну, я сам являюсь трехкратным чемпионом мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу, чемпионом Европы, мастером спорта России, действующий спортсмен. Я сам активно выступаю и также являюсь черным поясом по бразильскому джиу-джитсу от Русимара Пальхареза, которого все знают. Идея у меня появилась давно. Я этот турнир провожу еще с 2017 года, но на то время, так как не было никаких ресурсов, мы проводили этот турнир общими какими-то силами, такими скромными призовыми и так далее. И я, так как сам много везде выступаю, и на чемпионатах мира, и на Европе, я вижу вот заграничную эту всю организацию. И мне всегда хотелось, чтобы у нас на территории Дагестана был один такой мощный турнир, где ребята могут показать себя, потому что у нас на самом деле очень одаренные ребята и физические, и технические. Поэтому я хотел сделать так, чтобы мое детище, так сказать, отличалось от всех и визуально, и в формате шоу. И, как видите, вроде у нас все получается. На самом деле очень тяжело одному что-то делать, но когда есть люди, которые поддерживают, которые спонсируют, это делать все легко, особенно если соображает котелок. Говорят, в выходные еще был какой-то прикольный турнир в Питере. То ли восьмерка в рулете, то ли восьмой рулет. Но у нас там не было, и мы, к сожалению, не можем рассказать всех деталей. Хотя наверняка было здорово, и наверняка победили достойнейшие. К примеру, Иван Тельнов, говорят, победил в суперсхватке господина Островского, но у нас нет ни фото, ни видео подтверждения этого факта, а с трансляцией организаторы заморачиваться не стали. Так что напишите в комментах, насколько вам понравился этот ивент, если вы на нем присутствовали. Джиу-джитси работает на улице? В каком виде? Ну, если в виде полгарда, я бы в гарт прыгать не стал. Так, ну, конечно, я свои навыки борьбу смогу использовать, чтобы... И если там против меня выйдет какой-нибудь мумашник профессиональный, лучше, конечно, убегать, честное слово. Когда просто говорят, ну, допустим, ты с Хабибом дерешься. Ну, если я с Хабибом дерусь, честно, мне ничего не поможет. Вообще не варьет, где я. Просто если ты, допустим, уверен себе, ты знаешь, как располагаться, ты знаешь, какие ошибки не допускать, ты примерно можешь оценить навыки своего, допустим, потенциального соперника. Какой-нибудь здоровый вид на вольник, но ты поймешь, что надо мега аккуратно быть. Или просто какой-нибудь дрыщавый, там, ударник, условно, там, дрыщавый, ты допускаешь, что, наверное, он хорошо бьет. Но надо всегда допускать, что человек может нанести удар, который тебя, как бы, докаутирует. По крайней мере, в голове держи себе план, что тебе нужно не пропустить удар, пока ты не переведешься в партер. В таком случае это может сработать. На прошлой неделе все БЖЖ и ММА-сообщество всего мира достаточно жарко обмусоливали предстоящий гипотетический матч между двумя миллиардерами. Марк Цукерберг против Илона Маска. Как водится в современном мире, все началось в интернете. Слово за слово, пиской по столу, каждый своей по-своему, разумеется, и понеслось. Ну ладно, шутка, на самом деле все было намного скромнее, люди-то все-таки интеллигентные, миллиардеры. Но, тем не менее, есть реальные предпосылки для проведения этого поединка в клетке и, кажется, по правилам ММА. И вы знаете, Дана Уайетт утверждает, что поговорил с обоими героями этой новости и оба настроены решительно. И ушлый Дана Уайетт предсказывает, что данное событие собрало бы бабла гораздо больше, чем матч между Конором и Майвейзером. Но мне почему-то тоже так кажется. Нет никого более уверенного в себе, чем белый пояс, который только что выиграл свои первые соревнования по джу-джитсу. Я про Цукерберга. После того, как он выиграл свой первый БЖЖ-турнир, он реально поверил в себя. Кстати, несмотря на серьезную разницу в весе. Хотя вы посмотрите на этого воина. Поможет ему разница в весе? Правда, Илон говорит, что у него есть секретная техника тюленьего контроля сверху. Когда он лежит на сопернике сверху, сам ничего не делает. И оппоненту ничего делать не дает. Кстати, знаменитый эксперт Мэтт Сьера, и его мнению в этом вопросе можно доверять, предсказывает победу Марку Цукербергу. Несмотря на то, что, по его словам, в ударной технике Марк Цукерберг не разобьет даже сырое яйцо, это, кстати, цитата, Марк очень быстро сообразит в поединке, включит голову, сократит дистанцию и переведет поединок в партер, где обязательно выйдет за спину и задушит свою безави со спины реарнекидом. Разумеется, ушлые бразилы и коммерчески ориентированные тренеры не могли пропустить возможности и не предложить свои кандидатуры в качестве главных тренеров для одного или другого спортсмена. Вот, например, Марк Цукерберг уже тренируется у Майки Миссумети. Реально будет жара. Кстати, напишите в комментах, купили бы вы трансляцию данного события. Хотя у кого я спрашиваю? У подписчиков Риксов, которые и так все получают бесплатно, все то, за что люди там за океаном вынуждены тратить бешеный баф. Ну, в общем, если будущее случайно не прервется в настоящем, то обязательно продолжим наблюдать за развитием событий в этом сюжете. Кстати, о будущем. Если вы БЖЖ-практик, который предпочитает всем видам отпуска именно БЖЖ-путешествия, с пользой, так сказать, и для тела, то очень рекомендую обратить внимание на Кэмп, который пройдет с 29 июля по 6 августа в Республике Дагестан. Пройдет он под руководством двух реально толковых черных поясов Алика Алиханова и Александра Коновалова. Кажется, еще осталось несколько мест. Ребят, привет! С вами Саша Коновалов. Вы, наверное, уже не успеете накачаться к этому лету, потому что уже почти его середина. Но вы еще все можете поехать с нами на сборы. Осталось пара мест. И, кстати, два человека уже выиграли розыгрыш в группе БЖЖ-фрикс. Я их поздравляю. А так запрыгивайте. Вы еще можете поехать с нами и научиться бороться этим летом. Подробности, контакты и другие детали об этом Кэмпе в ссылке в описании к этому посту. Каждый меня ждали уважаемые люди, авторитетные спортсмены. Но дали качественно, дали хорошо. А еще мы запустили пятый сезон бразильского влога, в котором Михаил Панков рассказывает о своих приключениях, своих тренировках и своем образе жизни в Бразилии. При этом вовлекая в экшен и других знакомых и не очень или не совсем знакомых нам с вами персонажей. Начинайте следить за развитием событий. Первая часть уже вышла. И если вы внимательно смотрели предыдущие четыре сезона бразильского влога, то, должно быть, заметили, что на этот раз мы поменяли заглавную музыкальную тему этого реалити-шоу. Ну, дело в том, что в современных реалиях марш «Прощание славянки» ну как-то уж больно возбуждающе, что ли, звучит. И буквально пару ласковых слов о партнере этого выпуска. В современном мире БЖЖ рынка России ги делятся на несколько категорий. Одна категория для тех, кто любит комфорт и имеет деньги, когда можно померить и выбрать крутое брендовое ги по своему размеру. Вторая категория, которая либо ленивая, либо безденежная или, скажем, очень экономная. Она просто заказывает какой-нибудь ги по дешевке, не меряя его покупая. И есть разумная категория ги, это когда и померить можно, и цены адекватные. БЖЖ – это про разумность, про баланс. В общем, рекомендую золотую середину G-U-Sale в БЖЖ экипировках. Бренды, которых вы, может быть, еще и не знаете, но достойные ги по умеренным ценам. И напоследок – десерт. Прекрасная новость от арабов или от UHGF, ну, прям не знаю, как сказать правильно. Да, скорее от UHGF, которые ранее создали продукт AGP, а сейчас презентовали миру новый проект и новую суперлигу в профессиональном грэплинге. Сейчас посмотрю, как читается. Абу-Даби Экстрим Чемпионшип – ADXS. Пресс-конференция, проведенная UHGF, состоялась в минувшую среду в отеле Ананта Истерман Груверс, в общем, в Абу-Даби, под руководством его превосходительства Абдель Манейма Аль Хашими, председателя федерации джиу-джитсу Объединенных Арабских Эмиратов. Там же присутствовали и специально приглашенные звезды, которым, как известно, где платят там и родина. Собрали всех, кто обычно готов клясться в любви и верности, но только при условии, что гонорары полностью окупают всю искренность их чувств. Среди искренних поклонников в новой революционной борцовской лиге были замечены Браулю и Стима, супруги Андрея и Анжелика Гальвао, Маккензи Дерн, а также такие легендарные личности, как Жулио Цезарь и Лео Виэра. Господин Аль Хашими заявил, что новый ивент и новая лига призвано совершить революцию в борцовских видах спорта, а также закрепить позицию Абу-Даби как столицу джиу-джитсу. Вот так-то! Обещают, что ADXC станет инновационным мероприятием в мире грэплинга, и арабам хочется в этом верить, пока они делают прекрасный продукт и бабла на все свои начинания не жалеют. И вот, кстати, некоторые особенности предстоящей серии турниров. Все матчи по грэплингу будут проходить в клетке ММА. Мероприятие будет включать в себя 13-раундовый ивент, что бы это ни означало, с привлечением лучших спортсменов в мире джиу-джитсу. И отбираться на эти турниры спортсмены будут согласно рейтингу, заработанному на турнирах, санкционированных UAHJF. На турнирах будут представлены как матчи в формате ГИ, так и в формате ноу-ГИ, что придаст еще больше интереса к этому событию. Каждая встреча будет состоять из трех раундов по три минуты. Столь жесткий тайминг призван поддержать темп матча максимально быстрым и захватывающим. Поединки пройдут в соответствии со специальным набором правил, которые еще, кстати, не озвучены. Но правила, якобы, разработаны так, чтобы сделать матчи захватывающими, не ограничивая возможности спортсменов. Хезе, может быть, в рамках правил пропишут уже что-то типа «Да кушайте какой угодно творог, на здоровье вам и на потеху нам». Ну, почему бы и нет, должен же кто-то смелый взять и прописать это в правилах. Кстати, в качестве активити гостям презентации предложили составить карт мечты и расписать суперсхватки, которые бы они хотели увидеть. Так вот, ушлый Гальвао сразу же вписал парочку своих студентов. Браулио и Стима выразил зудящее желание увидеть битву Тайна на Далпре и Вики Гальвао. А Маккензи Дёрн и Анжелика Гальвао даже сами готовы выскочить и тряхнуть стариной и побороться, если хорошо будут платить. Я лично почему-то уверен, что одна из вещей, которые арабы делают хорошо, это хорошо платят. Кстати, ставь лайк, если хотел бы побороться с Маккензи или Анжеликой. Особенно, если за это хорошо заплатят. Первое событие этой серии планируется уже на октябрь месяц. Очень хочется дожить до него и оценить по достоинству. Ставьте лайк, если вы тоже хотите дожить и оценить. Ну или просто дожить до этого момента в бодром расположении духа. В общем, на пожелании бодрости, внимательности, аккуратности, прилежности, ну или хотя бы хорошей недели я и закончу. Помните, главное хорошо кушать и маму слушать. Уссс! И всё такое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...